потому что я хотела начать с того, что родевая игра, это, конечно же, ритуал. Фильминг. Как и любой, я расскажу вам историю. Ну, поэтому я так думаю, что я могу сделать в таком плане практического действия. Честно говоря, с недосыпной работой не придумывала, но хотя бы минимальный символ. Вот, поэтому я ведущего в мастерской, вот, для этого я воткну себе волосы, я ведущего в мастерской. Я действительно думаю, что, я бы сейчас с вами согласился, что, как любое рассказывание истории, словесное, музыкальное, не знаю, фантомимическое и прочее, это ритуал. Ритуал, который начается в любой настоящей жизнью. Сейчас, я подожду. Странно, что-то шеточка. Что-то шеточка, да? Почему мама взяли? Потому что кто-то попросил большой. Может, мы сейчас оперативно возьмем в студию и пойдем в холл? Потратим больше времени? Нет, нет, давайте. Ну, давайте. Короче, ритуал, ну, понятное дело, отличается от настоящей жизни чем? Место, временем и образом действия. Ну, то есть, мы, революбераку ритуалу, мы договариваемся о месте, о времени. И в этом плане очень хорошо для начала и конца нашей игры ритуалы иметь какие-то маленькие стольчики. Вот, я чуть подробнее потом об этом скажу. Ну, и образ действия, правила игры, как в нее играть, что можно, что нельзя, там, там, там. Но это тоже обязательно рамки ритуала. Без рамки ритуала не существует. И тогда он просачивается в нашу жизнь, а жизнь просачивается в ритуал. Ну, это рискованно. Во-первых, он может не получиться, ну, как волшебные действия. А я считаю, что он играет, ну, любая, просто копает, почему это, много волшебных действий. Либо он может получиться, но пролезет в вашу жизнь, и потом он будет еще долго нам потанцировать. Вот. Я у нас сейчас, я почему-то вообще такую тему заявила, у нас сейчас в Митске сложилась, как сложная ситуация после игры. Меня попросили мячами. Я не знаю, насколько это интересного вам, но у вас пришли, наверное, интересно. И мне важно, то есть я точно не хочу здесь булить и рассказывать всю дорогу только о том, что я знаю. Я хочу делить какие-то этапы, я что-то расскажу, а потом вас послушаю. Итак, несколько блоков. Что мне очень интересно, как все это делаете вы. Я там на новинке заявила несколько этапов, которые я хочу. Стоп, 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 не делай этого. Потому что, можно, волосы. Я буду, если я подниму, потому что... Спасибо. Ага, я поймала. Опускай. Можно. Нет, 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 я ее отдержу, потому что волосы. Это очень больно, я знаю, что я снялась волосы. Ну, когда я начала в этом доме, я подумала, а где же все-таки вообще привлекает граница-то между игроком и персонажем? Это не такое фанальное выборство. Потому что, когда мы говорим про эмоциональную безопасность на игры, как и понимать, кто испущивает эмоции? Давайте поменяйте. Давайте поменяйте. Это все. Уже поздно. Там просто пять человек навязала. А еще один человек? Может, так? Давайте поменяйте. Давайте поменяйте. Что-то делайте, что-нибудь с каждым. Да. Возьмите ее просто с садом. Вот так. Я не вижу, что это так рабочее. Маленькая. Маленькая остановка разменена на большой квадратный официозный зал. Более того, мы поменяем место 10. Но мы можем сделать это частью ритуала. Сядьте, зайдите, сядьте в такое место, которое... Приложить. Либо как настоящий ритуал, просто надо набить сначала. Мы растем. Это некий переходный период. Это лишь инициация. То есть поменяем место. Да. Мы поменяли место и ровно на основе... Да. Мы не говорим. Так, пожалуйста, в штат я пошла. Проблема с кругом. А что туда? Элли! Давайте. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Братство и одиночество. Братство и одиночество страшно ранее, если это вообще никак не компетировалось на игре. Признание и отверженность. Это близко, но не то же самое. Страх, риск на грани, безопасность. Я такой в матке, я в семье. Я бы не сказала, не могу подобрать дуальность, если могу, но не вяжется она. Я говорю про возбуждение. Любое возбуждение, межсексуальное возбуждение связано с этим стыд. Это не дуальность. Стыд это скорее не остановлено возбуждение. Но это тоже, потому что люди очень цепляются на играх, просто редко признаются. Но в куварах признаются. Ну и собственно, игра развозь агрессия. Вот это все. На играх можно предупреждать. Люди за это цепляются. Поскольку тепло, нежность и так далее можно проявлять в жизни, социальным флебом. Спасибо, да. В общем, в меньшей степени, хотя часть людей, я знаю, для которых папа говорит, что мужики нежность не проявляют, и только на игре проявляют, он тоже на это может очень зацепиться. Мы цепляемся, мне кажется, на то, что там можно и нужно широко. Чувак, чем ты шире провел свой мозг, тем ты более крутой игрок, на терапию приезжай еще. Это совершенно наркотично. Чего я задумала? На что мы еще цепляемся на играх? Есть идея по поводу справедливости. Как я считаю, что справедливости — это определенные наши ценности с нашими убеждениями. Мы считаем, что должно быть так. Другой человек считает как-то по-другому. Естественно, разные мировоззрения могут противоречить. Я предполагаю, что есть люди, для которых важна справедливость, но у каждого она своя. И здесь, если мы не понимаем, что справедливо, как справедливо, мы можем насчет этого очень много эмоционировать. Мистические переживания, ощущения волшебности, мистические происходящие совпадения. То, что вызывает у нас эмоции такие «не может быть, я вижу настоящие чудеса». Ну вот тот, тот, жажда чуда, не знаю, что ему оппозиционно и нужно ли. Да, но мы его как-то не только участвовали. Я, наверное, дополнила бы справедливость, может быть, с другой стороны немножко. Есть очень много людей, которые жаждут сыграть то, чего они не могут сделать в жизни. Зло или злишечка, или подлеца, или предателя. Или смелость, или развязанность. Да, но я имею в виду, в данном случае справедливость, мне кажется, я здесь уловила вторую часть, которая про несправедливость. Быть несправедливым, быть убитательным. Быть кем-то, я думаю, какой-то очень сильной силой, которая навязывает свое... Ну, это про агрессию. А где же проявление? А где же проявление? А где же проявление? Агрессия есть то, что в суть. Мне хочется, чтобы в дальнейшую дискуссию про справедливость разделили, что есть чувство несправедливости, которое даже тараканам свойственно, не говоря уже про высших приматов, а есть содержательные беседы о том, как устроен мир. И по поводу их возникают эмоции, но их нужно рассматривать совершенно отдельно. Испортом, например, о событиях в Украине вызовет много-много чувств, но к содержанию в нашем разговоре не верят отношения. Нужно смотреть только на другую сторону. Просто, чтобы не упали прикидную содержательную элитарику. Согласна, я скажу, что чувство справедливости, я считаю, что нет. Чувство несправедливости. Я бы обобщил, на самом деле, чувство справедливости и вообще об этом всю дискуссию, я бы обращил до чувства определенности и границ. И то чувство, когда ты не знаешь, есть это определенность или нет, когда ты в ней не уверен. И вот когда у тебя есть игра, ты точно знаешь, что у тебя есть, во-первых, контекст, заданный автором, миром, еще чем-то, а в трех правилами игры. А в реальной жизни ты выходишь на улицу. И ты, в общем-то, может быть, и подозреваешь, что что-то такое есть, но на самом деле нет. И вот, скажем так, определенность неопределенности. И какую-то вот иллюзию контроля. Вот иллюзия контроля. Так, передо мной это вот, чтобы девушка с фиолетами волосами точно была. Самые сильные чувства, которые я испытывала на той языке, в котором я сказал, это отчаяние и беседие. Которые я пережила и хорошо безогнила. У меня, например, чувства еще называли эмоции именно переживания нового, в принципе, для меня. в качестве примера. Ну, вот кто-то на другом семинаре привозил пример. Вот игра о том, как обычные люди, нормальные обычные люди, вдруг идут и начинают открывать евреев. Ну, то есть, для меня это опыт, мне этот опыт незнаком. Ну, это, как бы, я на отрицательный пример. Можно научить, ты думаешь, положить. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Да, там, точно... Триста петельки. Давайте, да. Давайте, правда, вот то, что имени, пожалуйста, Квай предложил, как бы, использовать с подсчетом пальцев для того, чтобы самим считать. Когда вы хотите поднять руку, посмотрите, сколько там, типа, ну, как бы... Частично это уже называлось в видеодуале, получение контроля, отдача контроля, ну, как эмоциональное ощущение, ну, в смысле, доминирование подчинения, да? А, и, не менее лучшего слова, грохнуть, и, ну, в смысле, эмоциональное ощущение, я все понял, вот, единомоментное, и эмоциональное ощущение, я перестал понимать, что происходит, ну, полностью. А, ну, вот это некое собирательное, из того, что здесь сказано, но для меня это довольно четкое понятие, быть героем, то есть это и просто справедливость, которая твоя, и ты вправе взять установить справедливость, справедливость, ну, то есть, вот, как бы, желание, способность что-то сделать, имение для этого возможности, понимаете, как? Право имею. Да. Немножко об этом тоже упоминала, и нарушение личных моральных устои, когда ты играешь персонажа, которые полностью противоположны изначально по этике тебе, и тут даже, ну, тут это дело, конечно, там, чтобы позволить себе быть там более мелочкой, более подлым, что-то такое, вот, ничего личного, левая игра, но ты сразу играешь то, что тебе вообще вот просто не свойственно, не то, что запрещаешь, а что, вот, у тебя нету в черте характера. Пять, всё, много, да, 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 да. Я так устроен, что я очень люблю проигрывать, и выучу артические равнодушники. Вот, и так же я так устроен, что, ну, это не доходное утверждение, как я так воспринимаю, да, я считаю, что это в институт, поэтому, когда на играх случаются какие-нибудь модели, какие-то сложные, какая-нибудь сложная политика, какие-то, короче, что такое начинается, мне, чтобы хоть как-то вот это сделать, и приходит и гать полную силу, вместо того, чтобы весь свой мозг прибегать, и того, чтобы, хоть как-то, что-то не надо делать. И если оказывается, что мы движем с ним недостаточно, и в итоге мой персонаж поиграл, я понимаю, что, ну, я в жизни тоже не мог бы сделать лучше, чем он, да, и, по сути, ощущаю, что я тоже поиграл, и я к Жоле после этого. Поэтому я очень люблю ходить на игры, очень больно от них. А ты играешь? Да, приходится. Я играю всячески. На игре можно оказаться в конкретной ситуации, не заказывая ее. Да, правда. Значит, разные формы смеяния, от простых, там мы, пацаны, плечом к плечу вместе рубим, до таких сложных вещей, когда мы в актерском, в городском ассамбле почувствовали вот это вот, я такой подачу, а они такие перехватили, они такие разведи, мы такие друг другом, жонглируем этими смыслами. И у нас прямо такое ассамбле внутри, игровое, и внутри персонажное, которое потом... И запечатлено. Я, да? По-моему, да. Нет. На самом деле, я очень много вижу у других людей, у себя в частности, это вот, если мы говорим про как раз прозеркальное, это от, как бы, власти и принятия на себе возможности управлять людьми именно, до полной безответственности и отказа от вообще какого-то, что я ответственен за что-то происходящее. Вот. Я проплачу на команду. Да, и обе эти крайности очень популярны. Я это называю знакомство с чёрным человеком внутри себя. Ну, то есть, одно из самых сильных игровых переживаний было, ну, не игровые переживания, а реальные переживания, связанные с игрой. И это когда я осознала, что... Я играла чудовищного человека совершенно. Когда я осознала, что, да, я хорошо понимаю ситуацию, я хорошо понимаю, что я делаю, и это очень круто. Я узнала, что я так могу. Это очень страшное, но крутейшее переживание. И знакомство с ним регулярно. Теперь ты его можешь в жизни отсыкать. Опа! Там. А это вот то же самое, что было тогда. И не только чёрные люди, но ещё какие-то люди, которые пока нет в названии, тоже регулярно проявляются. И ты их уже можешь... И я. Сейчас, точнее, просто чуть позже пришла. Правильно ли я понимаю, что мы сейчас отвечаем на вопрос, что нас в игре цепляет? Ну, я бы всё хотела собрать так кучу эмоций, или какие-то перечислила, и вот люди добавляют. Для меня самые, как бы, крутые эмоции на игре, когда у меня падает какой-то внутренний табу. То есть, если мы говорим о том, что мы там играем то, что нам не свойственно, не свободно, а когда я прямо чувствую, что я переступила через какую-то штуку, которая вот конкретно, как бы, у меня... Это преодоление. Чувство какое-то, с этой чувством? Гордость. О, не ем меня. Я так и на высшую чувствовал. Ну, это правда. Ну, как бы, от себя ты просто уел в этот момент. Не ожидал. Конечно, так. Вот, серьезный. Биксерный прайс. Вот. И второе, пожалуй, как бы, ну, я очень осознанно игрею еще. Я себе на каждую игру задаю, как бы, какую-то определенную задачу. И когда мне удается ее достичь, тогда я чувствую, конечно, искультую чувство радости и удовлетворения. Сейчас, такой вариант, есть такой термин «ответ мира». То есть, это то, что мы не можем получить от нашего мира. Если, например, Бог на игре точно есть, и Он тебе точно ответит. Ну, как бы, только там ты наверняка знаешь, потому что ты можешь ткнуть либо в модель, либо в человека. Я не знаю, вам завидовать. Или наоборот. Потому что мне этот мир отвечает. Это неправильно. Я хотела сказать, но я просто знаю, что есть люди, которые ездят, для того, чтобы точно знать, что никого нет. Вот зуб даю, что я свободен. Нет никакого Бога, короче. Вот это вторая сторона медали, это тоже определенная такая сильная эмоция. Вера без вери. Есть довольно простые приемы, которые я встречал в дуках, которые погружают часть игроков в честную чистую эйфорию. Недолго работают, но самостоятельно. А давайте можно там установить себя. Я бы внезапно вспомнил удивительный опыт последние годы стало можно так глубже и многое спецтеанство. И я, будучи человеком, в целом, верно-далеким, с уверением, знал, что это вообще-то очень круто, когда ты веришь, что есть Бог, и все, что на него вытекает. И это очень прикольно в этом порыть немножко. Я тоже хотела поделиться, ну, таким местечковым открытием. Вот мне очень прикольно наиграть, когда я принимаю, что, например, сейчас я в замке 14 века, у меня нет ванны и холодильника, и это закончится. Фантажка. Слышите, смеете! Вы проявляете мои видео, как из самых таких вещах потом вы узнаете? Вы начинаете цинить цивилизацию. Саша. Фантажка. Ну, там грязный швакон. Вы до зубы боятся. Что в этом боятся? С ужасным звуком вырос. Так, дальше. У меня есть какая-то фантазия, ну понятно, что мы за это все цепляемся, но когда мы цепляемся, когда мы ехали с такой национальной потребностью, мы прямо были, вот мы ехали, я приеду, и у меня там игре точно будет Бог. И он, ну как-то, ну нет. Вот холеры, ну нет его, я потом очень сильно поранила. Бог не доехал, да. Я имею в виду, что, ну понятно, что да, мы за эти эмоции цепляемся, поэтому не хотим бы ходить в роли, и нам было так клево. Но вот здесь неожиданная штука, когда вот нам обещали, ну или ты сам себе придумал, что тебе обещали, что делать-то с этим, как эту пустоту, теперь заполнить. Так вот не очень понятно. Понятно, ну здорово, когда я прочитаю моё мнение, что тогда человек знает, зачем идти. Он знает, что он ранится, знает, что он хочет, и как-то может как-то муциноправленно двигаться, или отчетно-правленно защищаться. И в целом это более алюмининенько, и сейчас можно говорить экологично. Конечно, всё равно остаётся риск, во-первых, недоборщителю. Переборщителю влететь что-то ещё по себе не знаешь. Но, по-моему, за этой болью мы тоже видим игры. У меня такое сложилось впечатление, что многие эти игры за болью. Есть такое, да. От боли мы тоже остались. Да, да. Много-много нейромедиаторов происходит с нами. Второе. Ну, есть вот это вот, я подумала-подумала, включать вот эти вот нелперские штучки, не включать, я вообще не имею в виду. Но они, холера, работают. Вот эти все якоря. Мы цепляемся на играх за якоря. Ну, никуда мы от этого не денемся, хотя бы это всё на юге, вот это вся коммуникация. Я, ну, приведу просто личный пример, и, может быть, потом... Вот ещё парочку, чтобы это... Ну, на всех, ну, просто не хватит. Не хватит времени. А я, по-моему, буду ещё много. Я вообще в это не очень верю, я смотрю, что псих это ракет. Но на одной игре по 41-му, где мы были такие всеотступающие, Красная Армия, и мой, так сказать, соратник, любимый человек был убит, и я такая вся вяжу раненая. А чудесный, милейший человек тупейса, немецкий переводчик, поставил ногу на его группу, что-то там вещает. А я вижу вся такая раненая, и думаю, всё пиздец. Вот, прошло лет пять, и мы делаем игру вообще по-другому сытингу, постапок, тупейс в агротехниках, всё прикольно в лагере. И вот у них групповая фотография с человеком в костюме медведя. Типа, они убили медведя, лежит медведь, и тупейс стоит и ставит на него ногу. И вдруг я ловлюсь в мгновенной вспышке ненависти, ненависти к ненависти к этому человеку. Ну что такое к человеку? Ага, внезапно. Ну понятно, вот эту штуку можно использовать. Но я её люблю, потом её очень сложно снимать. Но чаще всего она происходит нечаянно. Когда человек на игре, там какой-то потрясающий момент, там взял, попреплён с вами пальцем, а потом в жизни кто-нибудь так сделает, и всё. И уже момент нежности, близости, а с чего-то непонятно. В общем, вот так происходит. Ну, если я виду на этом разу ступиться, делать с этим что-то сложное, можно только остекать в процессе. Что-то с одной точки зрения. Может, у кого-нибудь примеры? Мне просто интересно. Я очень хорошо понимаю, как этим можно управлять. Как вещи действительно якоря позитивные, якоря, которые заставляют людей действовать, которые могут останавливать людей, и этим можно управлять большим количеством людей. Самое интересное. Фраза, жест, некая нимика, она может мгновенно переключить на нужное состояние. Если ты понимаешь, в какой момент времени какое состояние тебе нужно от группы, то можешь этим хорошо управлять. Если ты умеешь, почему этим не пользуется? Особенно родители. Это, во-первых. Во-вторых, их вообще трудно потом снимать. Если ты их не намеренно там повесил, как из них дороли? Как и кремер на УПИ скажу. Якоря имеют свойство самонимелироваться. Замонимелироваться. Якорь вешается на пике эмоциональности. Существуют техники для снятия якори. Мы можем одновременно, в конце, если мы умеем, мы можем сделать коллапс с якорей и все вывести вновь. Ну, да. Если ты сейчас тешусь, то существует много теорий. Вообще существует много теорий. Круто послушать теорию докладчика. Последнее предложение. Люди по игре. Нам важно, чтобы мы все-таки их выпустили на каком-то национальном пике. Правильно? А не вновь. Да? Чтобы у них остались впечатлениями. Потому что если выпускают... Ну, хорошо. Ну, поиграли. И все. Ну, идти как до этого поступок? Я не спорю. Мне казалось, что якорь, он нарабатывается все-таки. То есть у меня было... Мне на одной игре гучили к Италии и прочее. И в общем, потом я поехала к этим ребятам. В какой жизни подружились. Поехала на Новый год. И первое, что я почувствовала, выйдя... Вот они меня встречали в метро, я почувствовала страх. Я это для себя отметила. Ну, мы дружим уже, наверное, лет пять-шесть. И мне не кажется, что это Сокгольский синдром. Как бы просто... Потом эти эмоции, они... Подрассосались просто. И якорь такая штука, как бы я знакома с этой техникой. Ну, то есть его нужно нарабатывать. Каждое утро, вот если ты пьешь кофе, ты уже утром не можешь без кофе. А если ты один раз это испытал, да, это было ярко, но потом оно затирается. Ну, это правда очень зависит. Я примерно пять лет прошла. Один из какого качества раз. Ага. Я хочу тоже про последовательность. Я хотела немножко сказать про эти ритуалы, начало и конца. Ну, я тут покопалась немножко в психотраме, в мордиках и так далее. Ну, даже когда я рассказывала сказку детям, я обычно начинаю с шеребы или с чего-то, в конце я очень тщательно говорю о каком-то ритуальном фразе. Сказка на том берегу, я на этом, мне очень нравится. Вот, потому что я, ну, рационально-мистический человек, я боюсь не застыть. Вот, на игре это как-то еще важнее. Конечно, ну, очень круто тогда это какие-то перформансы. Ну, это очень круто. И это очень работает и на ролинг, и на троллинг. Очень круто, это очень рамокно. Пример великолепный, да? Ну, у меня правда, по впечатлениям, это было очень красиво и перетимно. Как мы вообще входим в игру? Ну, то есть иногда мастер говорит, так, приехали на 16, и начинается игра. Тут мы поехали. Обычно так, если все еще раскачиваются до 18, доезжают до 21. Хорошо, если игра там, вот мы разошлись с парада, как это называется, через час начали. Окей. Ну, вот я сегодня началась в музыке. Если я в кабинетке, то очень клево начинать с одного и того же звукового сигнала, с одного и того же, не знаю, светового, запахового, какого угодно-кодового слова, и заканчивают тоже чем-то. Иногда говорят так, вот мы сейчас садимся есть, мы обедаем, как только обед заканчивается, с наступлением десерта игра начинается. Или там, вот сейчас каждый из вас скажет речь, или там кто-то я скажу речь, и речь заканчивается, игра начинается. Есть очень прикольное, вот мы ни разу не делали, я вычитывала в западных, вечером услали, что как только люди все утро проснутся, игра начинается. Закончился сон, начинается игра. Ну, и в определенных кабинетках вообще делают трансы, вход и выход, то есть я там закрою, расслаблюсь, я засчитаю до десяти, вы войдете, а в обратном проекте я до десяти до одного, возведите. Но игра не в трансы проходит. Я считаю, что если назвать это медитацией, не будет такого как бы внутреннего диссонанса. Потому что трансы такие... Ну, вообще-то, если так по-честному, я считаю, что многие игры реально проводятся в трансе. Ну, просто, определение транса, оно, ну, профессиональное, оно такое... Транс, естественное, поток, для начала. Поток, когда и поток, чтобы трансовый скрыт. Ну, тогда все, трансовый скрыт. Брейн, 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 брейн. Хорошо, измененное состояние на игре Некоторое научное сообщество тоже называют «транс». Вот. Ну, где «транс»? Кроме того, мне понравилось, у нордиков есть такая техника, если ты имеешь в виду, то, наверное, ну, медленное завершение игры. То есть, если игра будет интенсивной, они говорят, а вот теперь как-то в это постепенно у вас есть время походить, заиграть, побыть с собой, помолчать. Ну, там, 10, ну, 40, ну, ну, сколько-нибудь. И вот потихоньку вы приходите там, ну, кто уже готовится, приходится ко мне, и вот тут уже вышли. Мне очень нравится, потому что, ну, ну, мне, например, я, как я, просто, иммерсивно, да? Иммерсивно, да, с негативной акцентуацией. Вот. Мне очень больно, когда игра раз, и закончилась. Мне прямо ужасно. Мне физически больно. Прямо вот, я все наворачиваю. И вот, мне кажется, что вот такое медленное завершение было по-моему, это очень позитивно. То есть, вот как-то доболтать, договорить, до обниматься, еще по игре, а не заигрывая. Ну, не знаю, да. Вот. Ну, это, видите, было бы не было. У вас есть какие-то еще вопросы? А отзыв может как-то служить? Да. А это, да. Да, пока вот. Это все начало и конец игры, это часть игры. Может. Ну, смотри, это, ну, как бы, пост. Ага. Ну, вынимаю. Значит, с моей точки зрения, конец игры существенно важнее начало. Потому что, когда ты начинаешь игру, ты можешь еще свои ожидания как-то скорректировать. В конце игры ты не способен уже как скорректировать ожидания. И поэтому, ну, там, если моя игра заканчивается без точки, в ней необходима хоть какая-то точка. Любая. Если ее нет, ну, мне тоже очень плохо. И поэтому, зная эту особенность, я придумала для себя несколько штук, когда я точку могу поставить в любой момент, когда бы игра не закончилась, а я успела раньше. Да, конечно. Ну, там, расскажу, может, и сейчас, да. Ну, очень интересно. Да. Ну, потому что, иначе у тебя игра провалена. Все. Из-за того, что ты хорошо играл, но у тебя не случилось точки, игра может оказаться плохой. Ну, вот есть пара конкретных практик. Я знаю, там, например, на играх подолки, но принято на довольно многих. Когда игра начинается, все пускают в такую чашу, и говорят фразу, отныне и до срока я принимаю имя и судьбу такого-то, а когда все заканчивают, пускают в эту чашу и говорят, отныне и до срока я снова я. Вот, я отпускаю эту судьбу. А еще очень удачно, на мой взгляд, говорить, ребята, игра закончится, например, в 6 часов утра. Пожалуйста, как бы, подведите свои сюжетные все, но доиграйте их как мы будем. Город знает, что в 6 часов утра все закончится, и план, оказывается, подходит сам. Как будто мы селись и начнем пухать в фа. Правда, правда. Я не знаю, много послушала, как бы, штук, наверное, я скажу штуку, которая многим известна, но, возможно, обогатит ваш апсинал. В видеизайне называется «Магический круг». Такая простая вещь, которая, ну, это некое обрамление игры, когда есть четкий вход, он понятный, есть некий ритуал, и такой же четкий выход. Они, как бы, одинаковые. То есть, они могут быть чуть-чуть, как бы, с другой, там, коннотацией, ощущением атмосферы, но это очень четкий ритуал входа и выхода из игры. И его можно делать как угодно. Ну, вот, Великая Война показала, что можно делать, вот, как бы, там, через огненные лабери. В разных играх делают по-разному, но, в общем-то, это известный прием, и про него можно почитать. Работает. Да. Я могу добавить чуть-чуть. Чтобы был понятен принцип, в минималистской форме это, может быть, геометрически обозначенная пространка, внутри которой игра идет, ты делаешь шаг наружу и уходишь. И ты можешь это делать в том числе в процессе, чтобы выйти и поддышаться. Кабинетка хорошая, хорошо работать. Даже не единственное пространство такое сейчас, чтобы зайти в тень. Это прям, честный секрет. Ну, про загрузочную лагию, конечно, мы делаем постепенный вход, да, ваш плавный вход, а потом плавный выход с завершением истории, и потом плавный выход с завершением истории. Это называется «Макшоп и дебрифт». Да, все правильно. Дебрифт в эфлексии, пожалуй, это «Макшоп и дебрифт». Я когда-то прощала такую смешную книжку, есть такой чувак, Роб Хавер, он создал церковь саентологии. Вот, там была интересная такая штука. У них существует поверье, что если ты вот получил некий удар, ушиб, то нужно коснуться как можно быстрее того же места, в котором ты ушибся, с тем месседжем... ...в деятельности человека. Как-то так. Мне вот сейчас интересно, лично твое мнение как закладчика, почему именно по пунктам ты считаешь, что немножко... Ну, то есть, что, заипать по гребле-то? Я такое сказала? Ну, то есть, нет, смотри, мне показалось, что ты имела это в виду, но если ты этого не говорила, то как бы вопрос переформулируется. Что ты думаешь по поводу этого? Ну, сейчас попробую сказать. Я думаю, что это грустно, когда человек живёт игрой, особенно дожитой уже игрой, гораздо больше, чем вот этой вот жизни. Вот этой вот вот. Потому что она настоящая, вот я могу что-то здесь получить, что-то, да, чем-то рискнуть, а там, я говорю, то старое. И это грустно, если я там постоянно получаю больше, чем здесь. И тогда надо думать, а как же мне перенести, ну, сделать так, чтобы я здесь получала. Ну, ничего плохого. Я не думаю, что здесь какие-то яркие, переживающие игры, которые... У меня есть пара игр, которые вот уже больше десяти лет со мной. В смысле, у меня там они сидят, эти персонажи никуда не делись. Я нежно их люблю. Я их вытаскиваю иногда, и говорю, так, на выход, товарищ Точицкая. Ну, например... Ну, мне жаль, когда подменяются в настоящее. Ну, просто, чтобы... Я не помню, кто мне об этом говорил, что не надо там выгружаться из себя, и вгружаться в другого персонажа. Надо всего лишь расширить собственное сознание, чтобы в него поместился еще один персонаж. И тогда после игры этот персонаж останется с вами, но он не будет вами, ну... То есть для вас останется, ну, как прочитанная книга, просмотренная фильмом. И этот персонаж останется с вами. Ну, то есть он будет вам помогать, но не будет вас замещать. Я не знаю. Я не знаю. Люди адективного типа, условия зависимости, найдут возможность эти зависимости реализовать так или иначе. На фоне тех зависимостей, которыми обычно окружена наша жизнь, я даже не наркотик, я алкоголь имею в виду, а, например, зависимые отношения личные, или семейные, или рабочие, или сложные другие формы, то, на мой взгляд, хуже, чем волевые игры. Яхты взяты. Но лучше давайте в адективных подтягивать волевые игры, чем выгонять отсюда. Потому что если, как бы, ну, будем... где социально... считать социально неприемлемым, ну, как бы, залипать в игру вот этого, все, не одобрять, то они выйдут... Ну, вообще-то не будет. А сейчас... А вот эти... Я предлагаю минимальную тумблировку, но здесь сработал фактор, что сейчас мы будем, как бы, обсуждать все, как бы, обсуждать. Я вообще не понял. Я бы прописал. Да. Обычные люди об этом думают. Давай-давай-давай. Я вчера на Open Space топила за то, что мы обязаны привить игроку навык переключаться между я-игрок и я-режиссер. Когда я получаю удовольствие от того, что выхожу из этой ситуации во время игры, смотрю на нее со стороны и управляю ей осознанно. Да, моему персонажу будет там больно. Я такой осознанно такой... На тебе! И такой... Ах, как ему больно! Вот этому нужно тренироваться, чтобы не было вот этого... Я застрял там! Интонации! Я услышала интонации прям. У меня есть вопрос к почтенному собранию. Я играю вот уже три года в игру под названием «Сериал». «Сериал» Она длится долго. Она там состоит из отдельных игр разных форматов. Я в целом уже даже, не знаю, не сижу в интернетах... Есть игровые интернеты, да. Я не сижу в игровых интернетах уже даже... Ты сидишь-сидишь. Ты не хочешь ДМР! Ну, 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 и всё! В сравнении с предыдущим... Так вот, скажите мне, пожалуйста, аддиктивно ли у меня поведение? Да! Я думал, что это другома не какой-то... А ты, погоди, погоди! А ты, когда, вот, не можешь залезть в интернет или поговорить с кем-то, или поехать на следующий этап игры, ты испытываешь страдания? Ну, там, вот... А я, ну, короче, сейчас... Эх, господи! Нет, у меня достаточно... Нет, у меня достаточно... У меня достаточно есть опыта других игр... Основная симпрома — это тяга. При отсутствии. Так что... Так что... Ну, есть лекарный тип, но не диагноз. Позвольте, философский вопрос. Всё-таки, что первичное? Игра для жизни там? Или жизнь для игры? Вот, я повторю этот свой вопрос. Вы сказали, вернуться в реальность и потрогать себя из ту, что есть для вас реальность. Расскажите, пожалуйста. Мне очень хочется сказать, Когда... Данный вопрос не является... Не, ну, он реально не является. Я с удовольствием поговорю, даже с куваром, потому что мы не успеем... Не успеем. Продолжение. Мы сейчас играем какие-то роли, или мы действительно сейчас находимся в собственных ролях. Кто может ответить на этот вопрос? Нет, я понимаю. Ну, я играю, я осознаю. Хорошо. Это правда. Кто сейчас дальше играет? Кто находится в системе, ну, с самим собой? Все вы когда-то имеют социальные роли. То есть он захватчик и есть он захватчик. Сейчас. А, если есть роль, ты понимаешь, во что ты играешь, то есть ли цель этой игры? Или эта цель не осознанна? И здесь как раз-таки сразу вопрос. Ты понимаешь, для чего ты играешь? Или ты играешь, потому что есть обстоятельства? Игра не всегда играет. Как это относится к эмоциональной безуквазности на игры? Именно. Ты имеешь цель, вот говорили об этом. Ты понимаешь, чему ты хочешь научиться, что хочешь осознать. Ты выбираешь игру, идешь туда, получаешь этот опыт и возвращаешься этим опытом в жизни для того, чтобы что-то погонялось. У меня в этом смысл. Ну, я за то, что вы все-таки с головой туда. Хорошо. У меня вопрос следующее. Вот у меня, как-нибудь, совмадение? Помимо мураво-ролевой наркомании есть еще жизнёвая, короче. Курить пошли. Мне кажется, что человек у меня шёл из роли, если он видит в других игроках всё ещё персонажей. У меня есть такая контазия. Что это так? Что я согласна думать? Нет? Вопрос какой? Ну, то есть, это вот... Это я продолжаю субочкой, как человек может понять вообще, выжимый смысл или нет. Что смогли себя спросить? Кстати, мне нравится. Анкеты зрения. Да. Это сам анкеты. Да. Когда ты всё ещё... Ну да смотри, вот ты смотришь, например... Ну, не знаю. Ой. Вот я смотрю на Зарину. Я вижу в ней вот Зарину, и я вижу в ней его товарища, короче, с сомнительной репутацией этого вот. Короче, Ракиса Порфианина. И вот если я вижу второе, либо я понимаю, что какие-то оттенки моего отношения обусловлены тем, что я знаю персонажей, а не о игроке, понятно, что есть совместный опыт, давайте мы не будем в этом внедряться. То есть, естественно, я больше украли зарение, потому что мы вместе приграли. Значит, я не вышла из игры до конца. Очень простой проверочный критерий. Ставьте себе вопрос. У вас сейчас какая цель? Если у вас есть цель куда-то, или есть цель, вспомните, когда вы испытали снова переживания, скорее всего, ты не вышел из игры. Всё очень просто. Через цель определить. Вы в этой игре у тебя цель безображитель вспомните, или у тебя цель что-то изменить в жизни? Я с тобой согласна, что это один из игры. Спасибо. Хоть кто со мной согласен. Даже если ты не вышел, если у тебя цель теперь прожить, то ты не вышел из игры. Ты не вышел. Ты хочешь возвращаться в эту роль, у тебя есть стремление. Если я пересматриваю. Я хорошо не знаю. Друзья, а может мы просто ещё послушаем доклад о состоянии, в котором мы были в этой роли? Возвращаем. Я возвращаюсь. Я в другую сторону, а в этом проекте обвиняйте. Что он сказал? Ну, о. Спасибо. Мне интересно, что у нас ещё следующий этап у нас подойдёт, и какие могут у нас ожидать его результаты? Чтобы понять, как быстро это будет. Думаю, не о наставшиеся. Хорошо. Я хотела докладать вот этот вот критерий, как вы их институты строили. Недовышный. У меня ещё осталось три критерия. Запомни, какая у вас плана наставшиеся полчаса. У меня осталось три критерия. Потом я хотела немножечко поговорить про проекцию отношений на пустыградиве. Потом я хотела сказать пару реманок о том, об эмоциональной технике безопасности и реконструировании роли, и особенно конструировании роли отрицательного персонажа. Что бы мы могли сделать, чтобы мы пропилактировали, чтобы нас после игры так не являлись? Вот такие фишечки. Чтобы на нас так не являлись. Ну да, я же сыграла блог КГБшника, чтобы мне после игры 20 лет не припоминались блог КГБшника. Что бы я могла сделать? Вот, я хотела поговорить об этом. У меня есть пару рецептов. Я наделал чуть-чуть. У нас по 10 минут, на самом деле. И приемы термолинга у меня есть. По 7 минут. Это 4 темы, а надо 25 минут. Да. Давайте тогда дальше. Хорошо, я прочту еще, из отливания роли еще три пункта. Мы можем с ним обсуждать, а просто сомневаюсь. Еще парочку, докиньте, докиньте мне. Мне кажется, если человек отчаянно старается удержать контекст. То есть, ну, не вообще понятно, что уберемся друг в темы, а прямо все время вот эти книги, эти фильмы, вот общение, в основном с людьми, с которыми я не играла, только на эти темы. Вот, ну, задержаться в этом как-то. Ну, я про себя могу. Я 5 лет потом, где бы Каждастского не читала. Вот. Ну, не читала. Вообще, я не образованный теперь человек на эту тему. Вот. Дальше. Мне кажется, что иногда человек, когда не вышел из роли, старается на другие игры вообще ехать, минимально изменял на тем же персонажем. Ну, примерно то же самое, но там… Ну, понятно, да. Это не делитель, это актерский, игрозский штамп? Или… Ну, вот тут надо понимать. Опять же, можно перепутать. Все, я была. И просто со слухой я всегда так езжу. Я думала, что он не умеет. Но есть, когда он прям хочу. Вот всю жизнь играл разных, а тут залип, и теперь вот пять раз уже чекист там еду, короче. Вот. Еду пытать и допрашивать. Это не я. Хорошо. Ну, это какая-то моя уже профессиональная фишечка. Мне кажется, что если чуть после игры в течение месяца, не знаю, не пары дней в ближайших, а месяц, спитывают приступы каких-то немотивированных эмоций, вот тут живешь уже, вдруг как накрыло вот так вообще, тоскливо, тоскливо, тоскливо. Мне кажется, что это тоже какой-то недовыход сыграет. Но здесь нужно со мной поспорить. Я думаю, что это симптом. Нет, конечно, все это не обобщение. Это какие-то вот попытки понять. Ну, можно докинуть. Я бы положил просто порог, когда в этом стоит беспокоиться, тогда не стоит. Вы хорошую книжку читаете, если не видят приложение «Эр случайный карты стволов», вы обычно довольно скоро берете вторую. И вот это вот уже агитция, от которой нужно лечиться, или это естественная реакция? Что же можно получить? Подожди. Ей. Кто хочет поговорить про сходящую историю, «Кольцо времен», вспомните, 28 томов. И, в отличие от Мартина, помень на леса. Вот, это значит, это самое-то не помню. Нет, это просто к тому, что мне кажется, что нужно вот пребить границы, при которых вообще нет смысла беспокоиться, потому что вот сейчас прямо здесь не вижу симптомов ни одного такого интенсивного человека, которому требуется терапия. Пока не на этот момент. Вот. Мы можем не согласиться. Мне кажется. Это потому, что, ну, грубо говоря, в сообществе «Звездных войн», те, которые вообще не королевые игры, а которые вот там сидят, вот такие стопки прочитали, вот, сверяют вот здесь ветки сюжетов, которые там теперь образовались, вселенных, мне кажется, с эдикцией все гораздо понажористее. Они там тоже только друг другу встречаются, только друг другу общаются, пережены и есть люди. Исключительно, это есть. Но я сейчас говорю про тех, которые эти ваши королевые игры в «Звездных войне» могут только все позже. в «Звездных войне». Где играют? Мне кажется, потому что то, что написано, это прямо обученное, естественное. Я знаю, что каждый сам определяет свои границы. Я вообще по-другому только. Это не профессионально. У нас не заросли. Давайте вернемся тогда к профессиональным. Подожди, так вот. Есть профессионалы? Приозвучить, что бы нас могло бы нас встревожить? Ну, при каких уровнях оценки того, что мы зарегли, нам нужно встревожить сам это? Я сейчас скажу. Смотри, я вообще не считаю, что само по себе залипание должно тревожить, если оно не мешает твоему нормальному функционированию. Вот если ты из-за того, что ты съездил на игру, теперь не можешь с кем-то дружить или теперь не можешь с кем-то, наоборот, жить, учиться, работать, быть счастливым, вот это проблема. Затем надо что-то делать. А все остальное, ну, жизнь такая. Ну, ты и так обкарливаешь. Давайте вот с этого начнем дальше. Спасибо. Мне кажется, надо было даже в начале семинара получить. Окей, хорошо. И с этого начнем следующий. Спасибо. Можно здесь комментарий? Потому что здесь, да, пошла разница диролинга и залипания в какой-то степени. Да. Я сейчас говорю про критерий, что не вышел. Потому что озвучить коротень, который никому чуть не пишет. Давай. Сейчас. Я хотела еще сказать, ну, правда, я же не сделала эту штуку. Мне правда важно, мне кажется, ну, простая фишка, все знают. Очень хорошо персонаж как-то отличался. Ну, будут там все эти одежды, имена, какие-то фишечки. Важно, когда вы играете персонажа, который реально, скорее всего, кого-то напугает, вызовет ненависть и так далее. И вы не хотите, чтобы это потом транслировалось. Оно может транслироваться. Даже хоть очень хороший город, ну, заякарится на вас и все. Ну, то есть, вот я отделяю всех от всех, а вот заякарилась на нечестном туфлице. Хорошо, если вы как-то сильно изменитесь. То есть, мне кажется, там поменяете такую акценцию, придумаете шрамы, маску наденете, плечо у вас подерживает. Ну, что-нибудь такое, что вас будет сильно отличает от вас посильнее. Чем более опасную роль вы играете, у меня есть такой рецепт, тем более вы меняете себя, чтобы ваша пожизневая повадка и внешность отличалась от игровой. Это самый простой способ. Если есть еще какие-то, мы можем поделить. Есть. Мы во время игры про нас открыли и теперь используем. Мы даем две роли. Одна, допустим, роль Саурона, а другая роль Бериха, этого же самого игрока. И они очень хорошо друг друга удивилируют. Аааа... Ну, вы в поля техники? Да, да, да. Как крайности? Как крайности, да. То есть, не прилипая... Не является крайности, а скорее полярности. Полярности, да, полярности. Но в поля техники это возможно? Это не мешало. Это возможно и игроку тоже возможно. В одной игры? Ну, часа есть и предприятия. Не, хорошо. Можно по времени зачастливать. Мы все состоим в полярности. Напомню, что вообще-то погружение мгновенное. Да, да, да. Если оно у вас произошло не мгновенно, то, что мы вчера на другом семинаре говорили, значит, вы просто не нашли до вот триггера, на котором у вас сработает. Но только до триггера даете, у вас погружение будет мгновенно. Да, там надо щелкнуть. Дальше и выход из роли тоже мгновенный. А если вы из него не вышли, ну, если вы продолжаете на этом, то вы либо зацепились, либо вам нравится. Вот. Не хотите расставаться с этим состоянием. Да, вы не хотите расставаться с этим состоянием, вы доверенно себя возвращаете. Потому что вообще это переживание длится несколько секунд. Если оно длится дольше, то, что для любой роли, конечно, полезно, то, что уже для вас... Это как яркий пример, отрицательная роль, да? Хорошо вы понимаете, чем еще вы собираетесь этого человека играть? Ну, нафига? Вот вам что это даст? Ну, чтобы вы понимали, что вы получаете от вашего риска. Готовы ли сейчас столкнуться с тем, что на вас потом... Ну, кто-то все равно может вас напугаться на ее. Как бы вы не старались, кто-то, возможно, вас потом не залюбит. И будет еще пару лет не залюбить, пока не пройдет. Вот. И, ну, доверяйте ли вообще вот этим конкретным людям, когда вы будете играть? Потому что все-таки большинство людей как-то знают вас и верят, что вы... Ну, в основном. В основной вашей роли социальные. Ну, и вот здесь прям, ну, ты брифинг, ну, обязательно, обязательно, обязательно. Прям вот если еще там вы можете сказать, ааа, хрена, все меня знают, что я отыграю, то здесь прям, ну, вообще, да, вот и обняться, и потрогать, вот, да. Ну, вот здесь прям вот вообще я не монстр. Я, конечно, монстр, но там и маленькие карманы на цепи. А вообще я вот сама. Есть в сценаристике в локерской работе способы создания антагониста, которые частично издавляют эту проблему. Если вы нормально, не плоского антагониста создаете, то он, как правило, интересный, глубокий персонаж, по-себя-то считающий, что он действует из нормальных побуждений, и это, в целом, считывается. Не то, что он груда, а то, что он вот такой сложный, интересный, который мне и сам с интересным сыграл. И тогда, если вы строите персонажей, хотя я не буду углубляться, какие, но есть прям эти инстинги, и в актерских работах прописано, как создавать сложных антагонистов, которые будут выглядеть правдоподобно, будут вызывать сопереживания не меньше, чем антагонисты. Ну, откуда? То, что я его сказал немножко вытекает из того, что Вай говорил, в принципе, с ввода может быть какое-то письмо, которое ты сам пишешь о том, зачем, почему ты хочешь собирать и что там выставляешь. И после это идет ответ на какие-то вопросы, которые ставятся в письме, достигнуты ли цели и так далее. И еще один момент с дебрифингом, но здесь скорее даже может быть с моей позиции, это не то, что игрок для себя планирует, а то, что гейммастер в данном случае, то есть я это представляю как не забота игрока, а забота гейммастера, сделать так, чтобы была эта возможность судить, вывести и пытаться. Важно понимать, что дебрифинг очень легко превращается. И это отдельная дебрифингом мастера. То есть просто факт, а теперь мы сядем обсудим. Лучше не делайте тогда так, если вы не знаете, как сделать так, чтобы это не привело к хакширингу. Я просто как раз пришла к вопросу к тому, что было бывает про создание персонажей. Когда я играла как-то персонажа, ну, таких, которые еще не такие, очень тяжело всегда играть таких персонажей, ну, просто, знаете, так... и поэтому я вот так... Ну, обычно себе придумываешь, почему-то так... Сыгром японского кино. Вот как дошел все, где все хорошие, как дошел до жизни такой. Вот. И, собственно, в процессе придать изменить доли этого текста придать частичную публичность. То... И сразу пойму второй прием, который сейчас в России некоторые мастерские группы стали использовать, после игрой мораторий. какое-то количество времени после игры, ничего не обсуждается, пока эмоции, естественно, не подугаснут, и не случится неконтролируемый перенос. Потому что две недели спустя здраво обсуждать, что между вами произошло, гораздо легче. Ну, спорно... Ну, спорно... Это точно работает на мастерских группах. Значит, почему бы это не работало на сложных сложившихся персонажах? На мастерских группах, да. На игроках не всегда. Важный момент. Часть российских игр — это конвенциализированное правило. Если ты говоришь, к тебе с уважением относится. Окей, поговорим об этом через две недели. А, ну... Нет, это хорошее право. Все на это спустя. Я иногда застаю. Ну, просто... Некоторые моменты... Когда камня бы это лучше не применяла... Ну, я бы когда-то везла... Когда камня бы это лучше не применяла, потому что игроков технически сложнее собрать через две недели. И у кого-то может вот это вот... Остаться... Нет, сетевые... Я очень люблю сети. Вы не страшны, потому что... А ты, как говоришь, абсурд сами четыре недели. И не в сети. Мы занимаемся сообществом. И мы все-таки встречаемся лично чаще всего. Мне кажется, мастерам наоборот, очень интересно. Вот конкретно после игры, когда игроки делятся с ними именно эмоциями. То есть они не очень хотят, чтобы услышать это, когда эмоцию являются. Может, тогда и не надо? Ага. В смысле, и так тоже. Ну, может, это интересно. Я в таком еще не сталкиваюсь. А еще можно сдать формат в сказку. Ну, вообще, можно модерировать это дело. Может, это просто модерировать. В разных играх. Пожалуйста, модерировать. Модерация обратной связи после игры между игроками. Это задача, мастерам, задача. Это одна из форм. Но, на самом деле, модерация обратной связи в более широком смысле. Угу. Ну, я вот, скорее, взяла трестиваю на две недели. За две недели там некоторая боль может прикурсулироваться. и если, ну, погасить ситуацию, пока она острая, ее можно погасить довольно легко. Потому что ты думаешь, да ты, да я, да мы охренели. Там, все друг на другу пора, успокоились, разошлись, все. А если это две недели, ты понимаешь свою мозгу, и уже придумал десять тысяч ситуаций, и уже перенес это все случайно на реального человека, это, получается, большой вариант. Зачем, вопрос, вопрос, зачем гасить эту боль? Ведь, на самом деле, любая эмоция, это энергия для действий. Если ты оставляешь человеку ее ответственность, можно что-то с этим сделать в жизни. Я считаю, как раз таки, наверху запускается какой-то механизм вонять энергии, и мы что-то можем изменить. А если у нас логосильку, получается, ключи не сошлось. А потом люди два года будут не разговаривать между собой. То есть, это, что это, если я просто, если я просто, если, 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 после драки, уже будут два года не разговаривать, или у меня не получили. Я считаю, что это защитное облегание. Окей, на работе. Мне кажется, что нужно просто разделить эмоциональную и эмоциональную репертию, которая должна случаться сразу после игры. Вот, с моего личного точки зрения, не будет двух недель ждать, конечно, не должна иррациональную репертию после игры, для которой, может быть, даже не две недели, а пару месяцев будет подождать, пока не нужен человек. и так далее. Все? Ага. Нет, все, сказали уже. Еще, мне кажется, что разумно то, что игра — это искусство, да, это какое-то культурное действие. Вот энергия, которая там поднимается, она немножко неадекватна реальности, по сути. То есть, ее ругань, ну, мне это не кажется чем-то адекватным, хотя это спасает. Ну, почему бы не поискать еще способов, ну, в искусстве, так сказать, проявить себя, написать отчет. написать постыгровые письма какие-то, не знаю, извоять из глины своего злейшего врага на память, подарить ему там. Ну, то есть, как бы, попытаться подойти к этому творчеству. Да, и все искусства, ну, послеигровая — это прекрасно. Давайте, ну, в смысле… Да, ты, если я начинала? Ну, ладно. У меня просто еще одна такая отсылка, что может быть обида на персонажа, когда мы понимаем, что это, в общем-то, поступил персонаж. Ну, что ему так положено и так. Ну, ничего, личного, живая игра. А может быть так, когда ты играл с игроком, и игрок читерил, там, например, чтобы победить, и у тебя в голове откладывается то, что это уже было действие не персонажа, а игрока. То есть, игрок специально искал способы нам выиграть и формировал игру. Таким образом бежатся. Ну, вот, нет. У тебя, человека, будет, действительно, уже немножко зубким. Ты понимаешь, это не персонаж. Это игрок пошел. Ну, окей. Он, например, пошел. Ну, для нас это ненормально, когда игроки пошли до игры, договорились и говорят, а давай мы с тобой на игре будем играть против этого. Обижаться в голову себе. Ну, это жизнь. Ну, я имею в виду, что, как бы, если персонажи договорились на игре против тебя, то есть, не договаривались предварительно, ну, как бы, окей, хорошо, это персонажи. А если люди, предварительно, зная, кого они будут играть, предварительно до игры договорились, ну, или, условно, опять же, там, ситуация, вот я с человеком дружу, и я к нему сам буду. Можем ли вы наше влияние? В смысле, я согласна, что, ну, это пожизневая разборка, в которой мы можем сейчас разговаривать, для какого сообщества это нормально, для какого нет. Для нашего нормального, для российского брата это в части делают. Но это не просто дролинку. Это пожизневый, человеческий разбор. Это вполне просто пожизневая законная обида. А то, что есть именно на персонажа, а есть на игрока, конечно. Это понятно. Все помните всегда, что, сколько вы не осознавали, перенос все равно превредит. Всегда останутся последствия. Я просто вспомнил, что, когда, когда я обучаю кладом играм, у них приходится прошло. У игры всегда риск. Тренинг намного более управляемый. Я раньше, что для разработчиков говорил, теперь, чуваки, едущие на игру, вы всегда входите в зону риска, что вы больше поссоритесь, то вы с большей количеством людей поссоритесь, на большей количеством людей перенесете, это, к сожалению, риск, который сопутствует в любом игре, как с мусором. Попадет весь. Это объявление. Я согласна. Иди, или не задерживайтесь в этой красоте. Когда я психодраматистам рассказывала про наши игры, выиграли и сделали вот так. Все так. Это более рискованный. Хорошо. Что касается... Ну, я так уже прям голубым. Не прерывайте мне теперь. Сложу новое правило. Точнее не успеем иначе. Что касается дебрифинга. Ну, дебрифинг, я считаю, правда, это обязанность мастера. Ну, я уверена в этом. Очень правильно, если есть специальный кто-то, кто заранее знает лучше два-три человека. Не нарушайте правило. Давай дальше. Три секунды. Что такое дебрифинг? А, все, хорошо. У него есть определенные рамки, правила. Я уже умеюду сейчас вдаваться. Но это легко найти в интернетах. Очень важно, действительно, проводить его в ближайшую римку, на мой взгляд, ну, в рамках часа-двух. Очень важно, если на нем все-таки сначала будут высказаны эмоции. То есть вот не вдаваться в эти war stories, ну, а я тогда я, а тогда ты, а ты вот тут. А эмоционально как-то. Ты порой не умеете сказываться эмоциями. Поэтому он как позиратор. Очень нежный, мягкий, пушистый, но твердый. Да. Все, все, как мы любим. Очень хорошо, возвращаемся к ритуалу. Очень хорошо, возможно, для некоторых, ну, зависит от формата, там, тысячники, бенетки, там, там, пам, сменить одежду, наконец-то уже. Снять с себя вот эти все вот фишечки, которые я сниму в конце. Снять эти повадки. Если людей мало, ну, вот эти все простейшие вещи. Я больше не он, я вот это я. Если очень надо, вот ты, которого я больше всех гонял на игре, скажи мне ты, это не он, короче, там, не просто его нельзя называть, стоят за цель. Ну, простые такие психологические штуки. Очень хорошо смена вообще вот всего, физическая. Вот тебе было холодно, ты на ко мне отсыгрелся. Выпил горячий чай, там, не знаю, сел уютненько, включили яркое освещение, поменяли музыку, пожрали что-нибудь на конец. Вот, это же вот, а, это же... ... ...